Футболисты Оренбурга одержали победу над «Зенитом». Наша команда появилась на поле в слегка обновленном составе. После травмы вернулся в игру нападающий Михаил Дюриш, а повязку капитана вместо травмированного Андреева надел Андрей Малых. Счет игры на 10-й минуте открыли хозяева. Дмитрий Багаев не оставил шансов голкиперу Оренбурга. Но уже чуть позже Дмитрий Ефремов сравнял счет. На перерыв команды ушли с ничьей 1-1. Чувствую, конечно, радость, что наконец-то удалось забить в чемпионате. Думаю, может быть, в следующих оставших двух игр в этом году еще постараюсь забить. А насчет комбинации, просто наши тренеры все время говорят, надо доставлять мячи в штрафную и там уже бороться и бить по воротам. Во втором тайме оренбуржцам удалось сломить оборону соперника и Денис Попович мощным ударом отправил мяч в ворота зенитовцев. Счет 2-1 на табло питерского стадиона до конца матча больше не изменился. Ну, знали, что просто не будет, что соперник в родных стенах довольно неуступчивая команда, много забивают и если дать команде волю, то она себя проявляет в должной мере. Ну, так и получилось, пропустили гол, пропустили гол, что-то многое не получалось, но тем не менее сумели справиться с ситуацией, реализовали свои моменты, еще многое не реализовали, но, как говорим, напряжение было на протяжении всего матча, приходилось выкладываться, мы к этому и готовились, что придется играть всегда на максимуме. Нет таких команд сейчас в этом дивизионе, которых можно обыграть на одной ноге. По итогам встреч Оренбург заработал 3 очка и сохранил вторую позицию в таблице первенства ФНЛ после 23 туров. Следующую игру Оренбургский клуб проведет дома, 18 ноября он встретится с Воронежским факелом.